Добрый день уважаемые друзья, подписчики и все зрители моего канала. Еще подобрал интересный материал для вас, который можно услышать, подготовить к весне, в своих мастерских сделать. Это называется капкан для пчел-воровок. Как известно по осени и весной в любое время пчелы имеют свойство обворовывать семьи. Это большие потери для пчеловодов, когда одна семья обворовала другую, и вы имеете проблему. Вы потеряли семью, две, три, а может и пять. Кто как, для вас это убытки. Поэтому возьмите это во внимание, потому что если вы не возьмете это во внимание, часто говорят то керосин, то то, то то. Нет, нужно иметь специальное приспособление, чтобы пчелы не могли проникать в улей, а чтобы в улей только проникали пчелы, ну, хозяйки, но не воры. Итак, сейчас я зачитаю и покажу тут небольшое приспособление. Простейшее такое приспособление, которое может сделать любой пчеловод. Заметка. Капкан для пчел-воровок. Заметка под таким заголовком была напечатана осенью прошлого года в газете «Сельская жизнь». Ну, это в 1962 году была напечатана, была газета такая. И поэтому в редакцию поступили письма и авторы, которых просят подробнее рассказать, как устроен капкан и как им пользоваться. И вот мы попросили работника павильона пчеловодства ВДНХ еще того времени, который экспонировал этот капкан Васильева на ВДНХ. Обратите внимание. То есть, это на выставках достижений народного хозяйства имелось хороший и правильно подготовленный проверенный материал. Советую быть внимательным и выслушать. Капкан представляет собой продолговатую коробку размером 250 на 100 и на 50 мм. Дно, крышка и задняя стенка сделаны из фанеры. Торцовые стенки из дощечек толщиной 4 мм. Лицевая сторона коробки стеклянная. Смотрите на рисунки. Сейчас зачитаю и покажу рисунок и расскажу. Стеклянная пластинка должна быть в длину по размеру устройства, а в ширину на 20 мм больше. В верхней, нижней и боковых стенках коробки просверлено по 5 отверстий. Верхнюю и нижнюю стенки с внутренней стороны зарешечены часто металлической сеткой. Боковые открыты. Против этих боковых отверстий в 5-6 мм от стенок коробки внутри укреплено по одной маскировочной дощечке. Облетая улей со всех сторон, пчелы воровки садятся на капкан, делают попытку проникнуть в гнездо через его отверстия. К заветной цели, однако, пробраться ни одной пчеле не удается. А капкан уже попадают все, в основном многие. Отсюда они сразу же пытаются вылететь, но не через отверстия, в которые вошли. Эти отверстия скрыты от их глаз дощечками, а через стекло – коробки. После долгих попыток часть пленниц находит выход и устремляется прочь от этого улья. Желание воровать пропадает и у пчел, вытряхнутых из капкана, после длительного нахождения в нем. Капкан подвешивают над летком, таким образом, чтобы его стекляная стенка вплотную прилегала к прилетной доске и образовывала бы светлый коридорчик с выходами для пчел по обеим сторонам. Напады чужих пчел на пасеки бывают преимущественно безвзяточный период сезона. В это время несвоевременные и продолжительные осмотры больных и слабых семей, неумелая раздача подкормки, оставленные на пасеке соты с медом и тому подобное – основные причины пчелиного воровства. Сейчас, уважаемые, я вам покажу, как это работает. Так, 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 где же, ага, вот она. Вот, обратите внимание, сюда, вот эта передняя стеночка, вот эта вот, передняя стеночка, вот это вот, это вот стекло, оно ниже, вот здесь, вот на 20 миллиметров, и пчелы выходят по бокам, вот. Боковые стеночки, с этой стороны боковая стеночка, и верхняя стеночка, и нижняя стеночка, и с этой стороны боковая стеночка. Задняя стеночка сделана с фанеры, верхняя и боковые две, сделаны 4 миллиметра доски. Здесь просверлено одно, два, три, четыре, пять отверстий и забито сеточкой. В нижней тоже сеточка забита. Воздух из литка, вот здесь литок, поднимается вверх и притягивает пчел. Пчелы пытаются пролезть, потому что воздух, запах идет. Они ищут отверстия и находят сбоку, здесь пять отверстий сбоку. Но с обратной стороны, там на 6 миллиметров прибита планочка, сверху вниз еще. Пчелы только залазят сюда и под планочкой проходят и пытаются проникнуть здесь. Но так как они не видят отверстия, а видят зарешечные отверстия, они пытаются выскочить сюда, сюда или в стекло бьются. Стекло это переднее, как окошечко полностью. И оно опущено ниже до литка. Пчелы с литка выходят, выходят вбок сюда и сюда вбок выходят. И с этой стороны пять отверстий. И они тоже закрыты дощечкой на высоте 6 миллиметров. То есть под ними можно сбоку дощечки зайти и выйти в отверстия. Поэтому пчелы воровки иногда могут выскочить, а иногда нет. Такой способ работы очень хорошо работает, так сказать. Вот приблизительно приближу, вот так. Ну как есть, больше не могу показать. Итак, друзья, вот такая вот интересная вещь. Она должна работать и очень легко работает. Еще хочу прочитать вам небольшую, так сказать, полезную информацию о освобождении сотов от севшего меда. Небольшая статейка. Нераспечатанные соты с закристаллизовавшимся медом мы кладем в корпус или магазины. Тщательно укрываем холстиками и подушками. Затем магазины помещаем над котелком с кипящей водой. Пар, поднимающийся из котелка, проникает на отставки к медовым сотам и хорошо прогревает их. Под действием тепла и влаги кристаллы меда через 2-4 часа растворяются. И мед станет похож на свежий, только что откачанный. Температуру в медовых наставках мы поддержим не выше 50 градусов, так как при 60 градусах соты разрушаются. Обработанные таким образом соты можно или откачать не медогонки, или поместить гнезда пчел при их расширении. То есть мед разжижился. Вот такая небольшая информация. Правда, информация требует затрат. 2-4 часа нужно подогревать этот котелок. Если у вас газовая печка, то это не заставит труда на 2 часа и проверяете, как оно там растаяло, чинет. Итак, друзья, еще пару вопросиков прочитаем. Это значит такого интересного состава вопросики. Нельзя ли заранее перед выгодом роя найти матку и посадить в клеточку, затем во время выхода роя вынуть клеточку и поместить ее где-либо среди пчел на ветке дерева, чтобы роевые пчелы сами собрались к матке? Выйдет ли рой из улья, если матка находится в клеточке? Ответ. Заключение матки в клеточку не помешает выходу роя из улья. Клеточку, уже подвешенную вдали от пчел, они могут не найти. Можно клеточку помещать в гущу пчел, чтобы не обнаружили матку. Тогда и все остальные пчелы роя привьются в это место. Однако, собирать рой удобнее несколько иначе. Как только рой выйдет, уль с материнской семьи отставляет подальше в сторону, а на его место ставят новый, подготовленный для посадки роя. В середину нового уля между рамками вставляют клеточку с маткой. Полетав некоторое время и не найдя матки, пчелы возвратятся на старое место и попадут в новый уль. То есть, обратите внимание, если вы заметили, что ваша семья собралась на роение, матку заключайте в клеточку. Они все равно сделают маточники и пойдут на роение. Как маточники запечатают, пойдут на роение, они рассчитывают, что матка пойдет на роение. Но матка на роение не пойдет. Рой может вылететь, полетает и назад вернется. Я производил такой опыт, поставил под первый корпус между днищем и литком, то есть, чтобы матка разделить на решетку. Матка не могла выйти. А пчелы-то не понимают, что матка не может выйти. Они собрались на роение, они полетели, вылетели. И знаете, как дождик покропил. Рассеялись, они не могли в кучу собраться. Рассеялись на листья, искали матку. А матка-то внутри осталась. И таким образом они вернулись все назад. Вот этот метод будет так работать. Когда они вылетят, они вернутся все назад. Вы заметили, если что ваш рой пошел на роение, не переживайте. Улететь он не может, матка закрыта. А маточники только запечатали. Надо знать этот процесс. Если они запечатаны уже давно, то могут выйти другие молодые матки. Рой может улететь с ними. Скажите, вы неправильно нам дали информацию. А если вы знаете процесс, маточники были открыты, сколько развиваются маточники. Он закрылся. Он недавно закрылся. Через 9 дней он закрывается от яичка. Как только он запечатанный, и еще надо до 16, 7, 5, 7 дней. То есть в этот промежуток вы можете свободно произвести такой метод, так сказать. Читаем дальше. Можно ли весной при расширении гнезд ставить рамки с пергой в середину гнезда? Ответ. Это зависит от того, сколько перги в сотах. Если ее немного, и сот, кроме перги, содержит еще свободные ячейки, пригодные для расплода, то такую рамку про расширение гнезда сильной семьи в теплое время года можно поставить в середину. Если же сот почти полностью забит пергой, то его лучше поставить рядом с крайней рамкой расплода. То есть нельзя его ставить в середку, потому что получается матке трудно переходить через рамку, которая забита пыльцой. И поэтому сократится гнездо. Если у вас гнездо было шесть рамок, а вы поставили в середине, разделили, то она будет работать на трех рамках, она не будет перебираться туда. И такие случаи бывают. Иная матка переходит, а иная не переходит. Поэтому лучше всего поставить эту рамку, которая полностью забита пергой, и пыльцой, и медом, для засева нету сбоку. Обычно я так и делаю. Читаем дальше. Пчелы в этом случае смогут легко использовать пергу, если в ней будет надобность. И в то же время перговый сот не разделит гнезда на две части. Как вот тут так и написано. Соты для расширения гнезд в 12 рамочных улях надо ставить между крайней рамкой с расплодом и соседним медоперговым сотом. Ну, это не всегда так, как говорится, советуется. Я, если погода теплая, я всегда ставлю, если мне надо, не обязательно между крайней рамкой и сотой, а ставлю между открытым расплодом. То есть яички, червячки и запечатанный сот, который полуоткрытый или открытый. Или только что засеянные там червячки. Вот ставьте с одной стороны сотик, и с другой стороны сотик. Гарантия засеют моментально, потому что там, где сотики и при теплой погоде сеют, они поддерживают 36 градусов. Они вынуждены там такую температуру держать, и матка там с удовольствием засевает. Читаем дальше. Желая без особых хлопот сменить старых маток, некоторые пчеловоды отрезают у них последний членик задней ножки и подрезают крылья. Таких порочных маток пчелы заменяют путем тихой смены. В кавычках. Оправдывает ли себе такой способ, можно ли его рекомендовать? Ответ. Пчелы действительно сменяют подобных маток. Если такую операцию сделать перед главным взятком, то одновременно со сменой матки в гнезде уменьшится и количество расплода, что благотворно скажется на медосборе семьи. Матки, выведенные при тихой смене, бывают, как правило, очень хорошими. Ну, не все 100%, но, как правило, это правило. Да, 90% качество хорошее. Смену маток путем отрезания четырех членников лапки на задней и средних ножках испытывали в 1954 году на Кемеровской опытной станции пчеловодства. Так, сменились матки в 14 семьях из 20. Медосбор семей с порочными матками на одной пасеке был 40 килограмм и 200 граммов. А в контрольных семьях, где не меняли маток, 37,7. То есть на 3 килограмма увеличился медосбор. И плюс матка, так сказать, заменилась, качественная появилась. Тихая смена маток уже многие годы привлекает внимание пчеловодов. Вот такой ответ был, друзья. Обратите внимание на это пройденный материал лет 55-60. Так что это вам очень пригодится, чтобы нам не наступать на грабли. И получившую информацию, использовать ее правильно, быстро и качественно развиваться в пчеловодном деле. Еще одна интересная информация. Медонос-гигант. Растение, о котором мы хотим рассказать, называется борщевик сосновского. Борщевик известен очень давно. Впервые о нем упоминает в естественной истории древнеримский натуралист Гай Плиний Старший. Ныне известно более 70 видов борщевика. На территории нашей страны встречается 37 видов. Из них 26 произрастают на Кавказе. Борщевик сосновского мы начали разводить у себя в Житомирской области. Борщевик. От слова борщ. Борщевик. Сосновского дву. Многолетнее растение. То есть двухлетнее и многолетнее. Растет на лесных полянах, лугах, оврагах, по берегам рек. На богатых, хорошо увлажненных почвах. Стебель его округлый, полый, внизу от 4 до 8 сантиметров в диаметре. Листья крупные. Одно растение дает 110-250 граммов семян. Высевает борщевик осенью или стратифицированными семенами весной. Норма высева 15 килограммов семян на гектар. Всходы появляются в первой половине апреля. Цветет борщевик во второй половине июня. Плоды созревают к 20 июля. Ранней весной его охотно поедают на пастбищах и в сене все виды скота, кроме лошадей. Лошадь его не кушает. А все остальные коровы, козы, овцы кушают. Уход за растением состоит в прореживании густых гнезд. Прополки, рехлений междурядей. И двукратная подкормки минеральными удобрениями. Скашивается борщевик один раз в середине августа. Борщевик сосновского на дерноподзолистых и минеральных, суглинистых и гумосово-железистых подзолах при внесении высоких доз органических удобрений может дать большой урожай зеленой массы. Первый год борщевик дает 90-160 сантиметров с гектара зеленой массы. То есть, кто держит животных и пчел, вот, пожалуйста, вам двойная, так сказать, помощь. На второй год 400-600 сантиметров, а на третий год дает 800 и более. На четвертый и пятый год урожай снижается на 30-40% по отношению к урожаю третьего года. Второй укос в сентябре дает 90-110 сантиметров с гектара. Посмотрите на снимок. Такой борщевик вырос на участке Житомирска пчелопитомника к 29 мая. Через две недели он выбросил соцветие и достиг трехметровой высоты. Я покажу сейчас снимок. Пожалуйста, посмотрите. Вот это вот ноги человека, вот это вот шляпа торчит. Это вот рост человека, он вырос. Вот это он ее держит, типа, знаете, как лопуха корни, что ли. А вот это макушка вся, вот такая вот. Вот такой приблизительно. К 20 июня Оттава достигала высоты 1,7 метра и дала в переводе на гектар 720 сантиметров зеленой массы. Куст борщевика среднего размера вместе с корнем весит 11,2 килограмма, без корня 8 килограмм. Таких кустов на гектаре около 28 тысяч. Растения так разрослись, что пройти по участку невозможно. В этом году у нас была затяжная весна. Но, несмотря на это, иные дни борщевик давал прироста 10 сантиметров прироста. Борщевик сосновского прекрасно с силы суется. В его стеблях и листьях много растворимых углеводов, необходимых для развития молочнокислого брожения и хорошего консервирования массы. Силос получается отличного качества. Пчелы охотно летают на цветущий борщевик. Они тучей кружатся над посевами, посещают его с утра до позднего вечера. Борщевик сосновского – ценное растение, дающее хороший корм скоту и мед пчелам. Управляющий житомирской конторой пчеловодства. Итак, друзья, вот такая вот маленькая информация. Все, что нам нужно пчеловодам, это чтобы было растение, откуда брать, правильно семья развивались, и чтобы вредители их не губили. Подписывайтесь, ставьте лайки. В конце видео сверху белый кружочек можете кликнуть туда, там есть интересные видео. Можете кликнуть на мой канал. И также, если вы хотите получать постоянно, на колокольчик кликните. Будет к вам приходить постоянно автоматически с интернета новые видео, и вы будете смотреть их постоянно. Новые не надо вам будет искать где-то на интернете, на ютубе. До встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok